получается следующая ситуация вот представьте себе вот есть пирог и вот политическая система во главе стоит назарбаев ну как был устроен например феодальном обществе феодальное общество был например король и были его подчиненные феодалы которого он жертвовал земли что-то давал и они вот эта группа феодалов поддерживали короля царя и или там хана до своей султаны были то есть такая когда система когда все решала решал один человек и вокруг него группа его приверженцев вот эта феодальная модель соответственно и богатство тоже делятся между ними а народ где-то внизу их никто не видит над ними стоят вот скажем так называемые феодалы скажем по старинному и вот сейчас на самом деле если говорить о западной модели западная модель политическая она предполагает что вся власть контролируется народом все национальное богатство страны делится соответственно распределяется справедливо более-менее среди народа и не может один человек находятся находиться у власти и делать что хочет это называется демократическая система управления потому что в результате выборов в конкуренции разных партий конкуренции политических лидеров люди голосуют за партию или за такого человека это человек приходит во власть и затем выполняет волю народа так и партия устроена как выглядит так называемая автократическая диктаторская или хотите как хотите может какие феодальные вот во главе всей этой вершины находится назарбаев вся власть у него у него абсолютная власть но он должен на кого-то опираться на чиновников на свое ближайшее окружение и так далее вот они назначены и он их одаривает дает им возможность украсть создать бизнес и так далее и когда возникает ситуация что что-то нужно поделить он кусочки им отдает основная часть у него и таким образом вокруг себя формирует лай лояльную команду людей это аким областей аким и городов это крупные бизнесмены это министры это депутаты и вот от большого пирога вот так вот дробиться распределяется между разными группами а народ он как бы что называется в последнюю очередь лишь бы с голоду не умер что-то бросили 42 тысяч тенге это так выглядит авторитарная модель феодальная модель и так далее то есть народ там ниже их никто не видит не слышит ну например мне сегодня пишут ну а какой толк от ваших заявлений требований так далее все равно вот вы типа обещаете и ну во первых я не обещаю да и не можете сделать я все время говорю что все эти требования может выполнить реализовать народ если объединится выйдет на площади страны одним словом принудить власть действовать как правильно как во всем мире они свой карман засовывать государственные средства доходы страны но эта модель когда люди объединяются люди влияют на власть а если ты сидишь дома просто иногда напишешь комментарий а ничего у нас не получится а что я могу сделать но действительно ничего не изменится потому что что на самом деле происходит на выборах президентских ваш голос никто не считает они фальсифицируют парламент выбора депутатов вы никак не влияете потому что там тоже назначает назарбаев своих депутатов своей партии регистрирует оппонентов нет пресса купленная аким областей городов назначает он суде назначает он то есть простому человеку что называется нет пространства никто его не слышит вы можете писать письма что хочешь делать вообще никто ничего не реагирует то есть на самом деле это та самая феодальная диктаторская модель власти когда вас не слышит и не хотят слышать а с учетом того что вы не можете объединиться профсоюзы потому что они ликвидированы вы не можете выйти на митинг вы не можете выйти на пикет вы вообще никто и когда такая политическая модель где вы никто собственно когда наступает критических ситуаций когда нужно делить государственные деньги ну например сейчас делят 10 миллиардов вас там нет есть только окружение султана назарбаева его дитя дети вот если внимательно посмотреть это список я вам сказал какие здесь фамилии это люди все из списка формс часть из них действительно заработали свои деньги часть из них действительно способны бизнесмены но сейчас они не являются стопроцентными владельцами у них у всех вдоль и сидит нурсултан назарбаев абсолютно